Некоторая отрешенность и неуверенность заключенной буквой И мешает быстро принимать решение и замедляет реакцию. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Цели этих людей очень амбициозны. Они стремятся иногда неосознанно самоутвердиться в глазах окружающих. Звук П в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе доверию. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Эти люди ответственны и терпеливы. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Внешне человек показывает практичность как ширму для сокрытия романтической мягкой натуры. И – тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверят, поскольку трезво смотрят на вещи. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Люди, имеющие букву З в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность ее целостности. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатые воображения. У этих людей в голове всегда полно идей. И это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи. Продолжение следует...